Жабинковский сахарный завод отстаивает честь Брестского региона как самого сахарного в стране. Предприятие одно из четырех профильных, входящих в состав концерна «Берлег Пищепрон». Выращивают сладкий корнеплод, 76 хозяйств сырьевой зоны Брещины и 2 Гродничины. В этом году объемы поставки составили более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. И вся продукция сельхозпредприятий собирается на свеклопунктах, центральный из которых расположен на заводе. Мощь на заготовке – около 100 тысяч тонн. Качество сырья в этом году лучше по сравнению с прошлым годом. На данный момент сахаристость у нас уже 16,04, то есть превышает прошлогоднюю. За день уже 16,24, то есть превышает базисную. Отдельные хозяйства имеют 17,5 до 18% сахаристости. То есть можно сказать, что лучше сахаристость, что позволит, естественно, получить нам больше сахара. Впервые в Беларуси на Жабенковском сахарном заводе применена сухая подача свеклы, что позволяет предприятию решать ряд вопросов. Это позволяет нам решить экологическую, как я говорю, проблему с водой. Вот, равномерность подачи свеклы в завод. Нет тут толчков, рывков, то есть свекла равномерно идет в завод с заданным темпом. Одну гидроподачу мы все-таки сохранили. Вот, чтобы нам, это нам экономит, не надо перевозить свеклу с кагатных полей, а сразу подавать ее в завод. То есть есть экономия энергоресурсов. За годы работы завода, а это без малого 60 лет, наработан огромный опыт. Пришло и понимание в необходимости создания собственных сырьевых зон. В этом году администрация пошла на эксперимент. Арендовали земли в трех районах. В этом году мы посеяли тысячу гектар собственных посевных площадей сахарной свеклы. Результаты пока подводите рано. По итогам заготовки посчитаем, подведем результаты. Сделаем работу над ошибками и будем дальше заниматься свеклосеем и расширять наши посевные площади. Был период лет, когда сахарную свеклу сеять было непривлекательно из-за падения цен на сахар. И завод вынужден был пойти по этому пути и заниматься добычей сырья для производства сахара собственными силами и средствами. Сегодня этой проблемы уже нет? Сегодня этой проблемы нет, но это не значит, что она не может возникнуть в недалеком будущем. А учиться производить и выращивать сахарную свеклу – это дело не одного года. И мы должны быть готовы к тому, что в какой-то из периодов опять мы столкнемся с этой же проблемой. Сегодня открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» предприятие «Современная». Инвестиционная программа модернизации позволила изменить многое и вывести его на новый уровень. На инвестиции с 2014 года было израсходовано порядка 64,5 миллионов рублей. И в 2020-м цель реконструкции была достигнута. В результате реконструкции на предприятии установлено самое современное оборудование европейских и ведущих мировых производителей. Это позволило уменьшить численность персонала, повысить надежность работы оборудования и выйти на более энергоэффективную и эффективную работу предприятия в целом. Производство оснащено двумя аппаратами варки утфеля – приемными мешалками, кристаллизаторами, насосным оборудованием. Практически все процессы компьютеризированы. Мощный, современный завод, позволяющий постоянно увеличивать объемы выпускаемой продукции. Работа 24 на 7, то есть круглосуточная. Планы по переработке сахарной свеклы у нас в этом году – это около миллиона тонн, что на 18-20% выше уровня прошлого года. И в связи с тем, что качество свеклы в этом году значительно лучше, содержание сахара в свекле выше, мы планируем произвести сахара больше, чем в прошлом году, порядка на 30%. Исходя из миссии, которую выполняют сахарные заводы, первоочередная задача состоит в том, чтобы обеспечить внутренний рынок белым сахаром, а уже остатки продать на экспорт в другие страны. Поэтому я абсолютно уверен, что ни в ближайшем будущем, ни в 2022 году дефицита сахара в Республике Беларусь не будет. Исходя из прибыльной работы всех сахарных заводов, не вижу оснований для поднятия цен. Сладкая продукция из жабинки поступает на прилавки торговых сетей всей Беларуси. Некоторая часть экспортируется в страны СНГ. До недавнего времени основным, конечно, рынком сбыта нашего сахара, это была Российская Федерация. Но мы уже научились продавать во многие страны СНГ. Это и Казахстан, это и Киргизия, Азербайджан, это же и Туркмения. Но наш сахар также присутствует и в дальнем зарубежье, в магазинах. Например, на Брайтон-Бич можно увидеть наш сахар. Что в планах коллектива Жабинковского сахарного завода работает стабильно, качественно, успешно. Для этого есть возможности, есть желание и почивать на лаврах не собираются. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для расширения линии по сушке и гранулированного свекловичного жома. В связи с тем, что растет спрос на этот товар и цены растут, поэтому доля сырого жома будет уменьшаться, будет увеличиваться доля сухого гранулированного жома. Это товар с большей, высокой добавленной стоимостью. Второй этап это увеличение доли фасованного сахара. Мы в декабре ждем поставки линии по фасовке с сахаропроизводительностью 50 тонн в сутки, которая позволит нам увеличить долю фасовки с сахара с 200 до 250 тонн. У директора какие планы? Ближайшие? Дальние не будем трогать. Ближайшие – закончить благополучно свекловичный сезон, дальше войти в ремонт, в реконструкцию тех участков завода, о которых я упоминал выше, и успешно начать свеклосеющую компанию, свекловичную компанию. Где-то найти все-таки еще больше площадей пассивных, чтобы мы как можно меньше зависели от наших действительно свеклосеющих хозяйств. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Александр Макаревич. Новости БУК-ТВ.